Приветствую вас. Знаете, первое, что мне хотелось бы вам сказать. Первое, что хотелось бы прояснить и порекомендовать. Это, наверное, почитать тему созависимости. Вот это то, что мне бы хотелось, чтобы вы сделали, почитали, чтобы вы почитали тему созависимости, на всякий случай. Потому что созависимость, именно созависимость, как один из источников, одно из проявлений, негативных проявлений в отношениях, может влиять на вас очень-очень негативно. Потому что молодой человек болеет, у него качели, качели как бы, да? Сегодня у него одно, завтра у него другое, позавтра у него третье. Вот. И тут как бы вот тонкость-тонкость вся в том, что мужчина легко может вам и изменить таким образом, да? И как бы, ну, на свадьбе бросит, если вы будете с ним как бы, вот. То есть хорошего, хорошего в этом плане, вот, ну, надежности, очень мало. Понимаете? Какая история. И, а вам-то нужна стабильность, как и любой женщине. Ну, да, причём даже женщине, любому человеку нужна стабильность. Ну, вот. И здесь я полагаю, что, как бы, есть, конечно, шанс того, что он, ну, вот, к вам вернётся, захочет с вами быть. Это вот шанс есть, безусловно. Шанс есть. Но дело здесь на самом, дело здесь не в шансе. Понимаете? Дело здесь не в шансе. Дело здесь именно в том, как, ну, как мужчина себя ведёт с вами. Понимаете? То есть, допустим, ну, хорошо, он, там, грубо говоря, там, допустим, завтра, да, завтра, он придёт и скажет вам, что, ну, ты знаешь, там, как бы, прости меня, да, и так далее. Вот. Может быть так, может быть, может быть так. Но что это меняет? Вот, по большому счёту, что это меняет? Ничего не меняет. По большому счёту. Потому что, потому что, да, это ничего не меняет, потому что стабильности у вас от этого не прибавляется всё равно. Но, понимаете, да? Не прибавится стабильности. У вас от этого. И, соответственно, уже вам решать. Хотите вы жить? В такой нестабильности, например. Или нет? Или нет? Хотите вы жить вот в таком состоянии, да, когда что-то может пойти, ну, не так? Каждый день, по сути. То есть, каждый день может что-то пойти не так, не так, как вы хотите, не так, как вам, ну, нужно и так далее. Если готовы, то ждите. Если готовы, то спросите себя, для чего? Для чего я это всё делаю? Я его люблю и принимаю. Хорошо. Хорошо, что вы любите его. Хорошо, что вы принимаете его. Это здорово. Это здорово. Но вопрос в том-то ещё, чтобы вы себе не вредили. Потому что, если вы себе вредите, то как бы, как бы толку тогда, потому что вы его принимаете. Вы его не принимаете тогда. Он вам, получается, нужен, вы его используете. Ну, в этом случае. Понимаете? Какой момент? Момент. Момент в чём. Всё. Вот. Поэтому здесь, безусловно, есть тонкости. Эти тонкости нужно выяснить в любом случае. Вот. Потому что, потому что, потому что, мне пока, вот мне пока, да, мне пока, не очень понятный характер ваших отношений. Вообще. В принципе. То есть, что это такое? Что это такое? Что это за отношения такие? Насколько они у вас вообще здоровые, да? Эти отношения. Ну, вот. Понимаете? Мне кажется, что это очень важный момент, если вы хотите, ну, действительно, вот, разобраться в себе, да, и, значит, если вы хотите понять, что с вами происходит, что делать дальше. Вот. Мне кажется, мне кажется, именно так, именно такая история, именно в таком случае нужно здесь рассуждать, вот. Знаете, биполярное расстройство, да, там, как бы оно ни было, да, вот. Мало принимать только лишь препараты какие-то. Мало принимать препараты. Нужно ещё к тому же, да, нужно ещё к тому же. И в психотерапию приходить. То есть, нужно, чтобы человек именно проходил психотерапию, чтобы он работал над собой, вот. Чтобы у него был свой, значит, специалист, который вёл бы его, вот, ну, по жизни, да, вот в данном случае. я привел бы его к здоровью. Понимаете? Вот. И вот это вот то, что реально. То, что реально. По сути. Понимаете? Вот. Но вопрос, вопрос заключается в том, делается ли все это. Вопрос заключается в том, мотивируете ли вы своего молодого человека делать это. Заниматься этим. Понимаете? Вот мотивируете ли. Потому что если нет, да, если нет, если вы не мотивируете его, то это очень печально. В таком случае. Для вас. Вот. Ну, в принципе, так. Можно ответить вам на ваши вопросы. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад ответить. Рад помочь буду. Вот. Своего молодого человека, в принципе, вы могли бы тоже привести сюда на сайт, чтобы мы могли ему помочь. помочь, потому что с биполяром можно работать, нужно работать. Вот. И дело здесь совсем не в лекарствах, да, а именно вот в работе. Вот. Так что, удачи вам в этом плане. Желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова